Там рассматриваются, на самом деле, все версии рассматриваем. Это, понятно, в первой версии, да, умышленный поджог, да, в целях реализации лесного фонда, так скажем, да, это тоже не секрет. Первая версия. Вторая версия, это, может быть, неосторожное обращение с огнем, это человеческий фактор. Ну и третья версия, конечно, не исключает и природный характер, да, но все эти три версии мы будем одновременно смотреть, не исключая ни одной из них. Вот недавно, вы, наверное, сами слышали, в моей миссии буквально был приговор суда в отношении бывших руководителей резервата семьи Мурмана, директора и его заместителя, которые, получая на системной основе взятки, занимались реализацией лесной продукции. Они осложены в 10-ти годы обращения свободы. Также в этой серой схеме участия принимали еще три предпринимателя, которые отдавали эти взятки и в том числе реализовывали лесную продукцию. Они также осложены в 10 годах лишения свободы за совершение преступления в составе организованной преступной группы. Поэтому мы все версии будем осмотреть.